Мы с вами много раз обсуждали, почему успешно либеральной демократии. Почему именно государства с такой формой правления, а при прочих равных, выстраивают более эффективные экономические связи, более развитые гражданские общества. Почему они способствуют прогрессу и выигрывают глобальную конкуренцию. Но сегодня мы обсудим, почему в последнее время растет популярность консервативных движений. Успех Орбана в Венгрии, Эрдогана в Турции в какой-то степени, «Брэкзит», «Трамп», а теперь еще и возможное возвращение Трампа в Белый дом, вероятное. Как так получилось, что уже в который раз избиратели выбирают не будущее и прогресс, а прошлое? Все вот эти «Make America great again» и подобные лозунги. Почему это получается? Давайте поговорим о выборе, который делают люди, не поспевающие за будущим. О том, почему будущее кажется им опасным, и почему они выбирают вернуться к истокам в золотой век, которого на самом деле никогда не было. Сначала два небольших объявления. Во-первых, я тут в Лимассоле, в классном большом театре, и сегодня в 19.30 тут наше живое выступление. Приходите, если вы с Кипра. Еще в конце месяца я буду в Амстердаме и в Вене. Во-вторых, на этой неделе я буду в Каннах и Мадриде. Если вы хотите сделать крупное пожертвование на канал, то напишите менеджеру по ссылке в описании, и мы с вами там поужинаем, побеседуем и все такое. Обе ссылки в описании. Начинаем. Последние несколько лет наш мир быстро меняется. Идет война, причем не одна. Но есть еще кое-что, на что стоит обратить внимание. Даже больше, чем войны, жизнь меняют технологии. Одна из самых четких тенденций последнего времени – новая волна вытеснения людей из трудовых цепочек. Как это влияет не только на экономику, но и на социальную структуру и политическое поведение наших обществ? Замещение человека как рабочей единицы наблюдается даже в тех областях, о которых никто никогда не думал. Еще лет пять назад казалось, что профессия иллюстратора – это из того типа творческих специальностей, которые останутся с нами навеки. Но сейчас мы понимаем, что ей конец. Что через пять, максимум через десять лет, в мире останется тысяча супергениев с огромными гонорарами, большими именами и сложно сочиненными проектами. А все остальное, начиная с книжных обложек и заканчивая постерами для кофейн, будут делать нейросети. И речь не только об иллюстраторах, но в принципе у людях творческих профессий. Дизайнеры, копирайтеры, сценаристы, программисты, архитекторы, инженеры могут внезапно обнаружить, что количество рабочих мест в их специальности сократилось в разы. Что просто крепкие профессионалы больше никому не нужны. Нужен только самый верх и в отдельных случаях самый низ. Но не середина. Люди, способные построить совершенно неординарную сетевую инфраструктуру для каких-то специальных задач, нужны. Люди, которые берут руками сервер, ставят его в стойку и цепляют витую пару, нужны. А просто хороший системный инженер не нужен никому. У Бориса Акунина и Джорджа Мартина все будет хорошо. Но есть тысячи писателей, которые звезд с неба не хватают, которые миллионных тиражей и сопоставимых гонораров никогда не видели. Они просто пишут приличную массовую литературу, заполняющую львиную долю полок в магазинах. Так вот, такие средние руки писатели не смогут зарабатывать себе на жизнь своим ремеслом. В обозримой перспективе нейросеть не заменит главного автора, шоураннера, сериала, способного придумывать такой сюжет и таких персонажей, ради которых люди захотят смотреть шоу. Но писать фрагменты эпизодов и простые диалоги, заниматься всей поточной творческой работой нейросети смогут. И произойдет это достаточно скоро. Бывший директор по распространению технологий Яндекса еще несколько лет назад предсказывал это деление, которое произойдет на художников и маляров во всех творческих специальностях. Маляры — это люди, которые хорошо справляются с потоком однотипных творческих задач. Они неизбежно окажутся вытеснены нейросетями. Рабочие места останутся только за художниками, уникальными специалистами. Грубо говоря, авторские ютуб-каналы, где личность говорящего важнее того, что он говорит, никуда не денутся. А вот с условными обзорами смартфонов нейросети справятся легко. И это мы говорим о профессиях творческих, где замещение людей роботами стало возможно сравнительно недавно. Массовый фабричный офисный труд в развитых странах как минимум последние 30 лет ведет обреченную на поражение войну с компьютером, роботом и гражданином в Магладеш, готовым работать за еду. С каждым годом мир, особенно развитые страны с высокой оплатой труда, все меньше нуждается в людях, чью работу можно алгоритмизировать. В бухгалтерах, в менеджменте нижнего и среднего звена, в корпоративных юристах, в сотрудниках служб клиентской поддержки, в талдовщиках, в профессиональных рабочих, слесарях, фрезеровщиках, шахтерах. Подобные рабочие места либо перестают существовать вовсе, либо переезжают на рынки труда таких стран, где люди работают за 20 долларов не в час, а в неделю, не требуют медстраховок и не знают, что такое профсоюз. Сотни миллионов людей прямо сейчас обнаруживают себя никому не нужными, а еще сотни миллионов обнаружат в скором времени. Изменения, которые происходят с обществом сегодня, далеко не первые и, будем надеяться, не последний такой переход. Чаще всего, как и сейчас, перемены происходили из-за технологий. Развилось производство продовольствия, и общества стали оседлыми, обзавелись иерархиями. Случилась промышленная революция, это привело к появлению массового общества. Сегодня же речь идет о переходе к постиндустриальной информационной экономике. Каждый такой переход вызывает в обществе разнонаправленные процессы. Если смотреть в общем, то новые технологии приводят к положительным изменениям. Повышается производительность труда, снижаются издержки, товаров выпускаются больше, и они становятся дешевле. Но у данного процесса имеется и обратная сторона. Есть люди, которые сильно проигрывают в этой схватке. В первую очередь, это те, кто приложил очень много усилий, чтобы адаптироваться к существующему экономическому укладу. Кто совершенствовал навыки, добивался успехов и с уверенностью смотрел в будущее. И вот в один прекрасный день эти люди узнают, что все их труды оказались напрасными. Эй, художник, ты наконец научился подбирать сочетаемую палитру? Ты добился прогресса в анатомическом рисунке? Твои работы начали продаваться? А все, не надо больше. Теперь то же самое сделает нейросеть за доллар и пару кликов. Большая часть людей, чье образование и навыки утратили актуальность, прогрессу вовсе не обрадуются. И это не какой-то смелый прогноз, это просто исторический опыт и текущий факт. Каждый раз, когда резко меняется экономическая система, а вслед за ней меняются общественные отношения и сам социум, кто-то оказывается к этому не готов. Каждый раз начинаются сомнения и призывы. Зачем нам эти перемены? Жили ж как-то до этого. Может, ну его? Этот ваш прогресс выглядит опасным, нетрадиционным, до добра точно не доведет. Люди, которые не вписались в будущее уже сейчас, и те, кто предчувствует, что их тоже скоро коснется все это дело, демонстрирует протест и неприятие нового порядка. Это сейчас вполне майнстримная позиция, и в противовес внезапно наступившему будущему в социумах возникает обратное движение. Люди формируют мощный запрос на прошлое. Причем, объявится в виду, никакое попало прошлое, не то, которое объективно существовало, а новое, идеальное прошлое, золотой век из ностальгических фантазий. В нем безопасно, привычно, удобно, его не хочется ни на что менять. Только где же его взять? Его и раньше-то не было, а теперь-то и подавно. Массовый спрос на прошлое, конечно, рождает предложения. Например, растет популярность консервативных популистов, которые выступают с понятными идеями. Мол, давайте введем мораторий на искусственный интеллект и будем проверять, точно ли он безопасен. И запретим въезд мигрантам, чтобы они создавали нам тут конкуренции. И примем протекционистские меры. Да, цены вырастут, зато мы будем производить отечественный автомобиль и создадим рабочие места для наших граждан. Давайте окуклимся, пожертвуем прогрессом и будем жить в бесконечном дне сурка, без развития, но и без конкуренции, от которой столько стресса и неопределенности. А еще спрос на прошлое приводит к рождению новых жанров в искусстве. Когда-то, во времена промышленной революции, стремление вернуться в прошлое привело к появлению исторических романов. Авторы того времени переизобрели Средневековье, сделав его таким, каким мы его знаем сейчас, со всякими клише про благородство, рыцарство, одухотворенности, истоки традиции. А какая была духовность? Все селяне дружно в храм ходили. А какая экология? В каждой травинке витаминка. А химию еще и вовсе не изобрели. Кому такое может не понравиться? В наше время та же тенденция привела к появлению очень специфического литературного жанра попаданцев в прошлое. Если вы не читали чего-то подобного, то я вам сейчас расскажу. Книги про попаданцев по большей части написаны от первого лица. Главный герой, чаще всего это силовик, полицейский, спецназовец или ФСБшник, попадает во времена Российской империи или СССР. Да не в какой-нибудь настоящий СССР с очередями за колбасой, коммуналками и очередью на 20 лет за жигулями-копейкой. А в тот самый союз из мемов, в котором пятилетки в три года и все ходят румяные на морозе в минус 300. Сюжет книги обычно вертится вокруг предотвращения революции, войны или развала Союза. Я тут вовсе не собираюсь осуждать людей, которые пишут и читают такие книги. Хм, люди читают то, что им нравится, это нормально. Просто это некоторый показатель тех процессов, которые происходят в обществе и в голове у людей. Это у нас один из симптомов, получается. Людям, не вписавшимся в будущее, очень нужно прошлое. Такое же, как настоящее, только лучше. Теперь давайте поговорим о людях, застрявших в прошлом, на конкретном примере. Когда-то Владимир Путин был простым начинающим правителем-автократом, а Россия — молодой, неустойчивой демократии. Это было время быстрого экономического роста, высоких цен на нефть, внутренней и внешней стабильности. Гражданам нравился их президент, который выглядел и вел себя, ну, относительно адекватно. Весь предыдущий век в России все было не слава богу. То революция, то война, то опять революция. И почти каждый раз для граждан это означало, что пропадет все, включая совсем базово необходимых продуктов. Типа хлеба, соли и спичек. А для правителя это означало, что у него неприятности и очень крупные. В лучшем случае ему грозит отставка, а в худшем даже и думать не хочется. Но в начале нулевых в России сложилась совсем другая ситуация. Никаких предпосылок ни для революции, ни для войны. В международных отношениях партнерство и доброжелательность. Внутри страны высокие рейтинги. Оттуда, из начала века, будущее России представлялось вполне благополучным. И, возможно, только один президент России ждал подвоха. Не буду заниматься криминологией, додумывать за Путина, что было там у него в голове. Но если посмотреть на его действия, то видно, что президент вел себя как типичный попаданец. Как будто он заранее знал, что революция, которая ну вообще никак не ожидалась, обязательно будет. И спасение тут одно – учесть исторический опыт прошлых революций и на этот раз предотвратить и не допустить. Существует такое представление, что история не просто изучает прошлое таким, какое оно есть, а несет некую общественно полезную нагрузку. Что от изучения истории есть практическая польза. Мол, мы посмотрим, как там было у предков, и сами не накосячим, не станем повторять ошибок прошлого, а вот позитивный опыт переимем. Что предкам было хорошо, то и нам сойдет. Ну и вообще, раньше было лучше – учите историю. В ней все ответы на все вопросы современности. И Владимир Путин общается с наукой и историей, как с инструментом. Он действует так, словно выучил все ее уроки, но в своем собственном безумном конспирологическом стиле. Проанализировал, что не сработало в 17-м году, а что в 91-м и 93-м. Где не дожали революционеров, когда не досажали диссидентов. Что в начале 20-го века могли бы увеличить штат жандармов и дать больше полномочий политическому сыску. Что в середине 80-х, например, всякий плюрализм и гласность были лишь слабостью, а на самом деле надо было больше цензуры. Вообще, если бы в Зимнем дворце оказался бы хотя бы один верный полк, никакой бы революции не случилось. Владимир Путин сделал все, что сделал бы настоящий попаданец-КГБшник, который собирается спасти СССР от краха. С одной стороны, он зачистил политическое поле, ограничил права и свободы граждан, запретил митинги и демонстрации, ввел цензуру, создал касту лояльных силовиков и пересажал всех несогласных, до кого смог дотянуться, а остальных выдавил из страны. С другой стороны, Путин использует историю, вернее, собственную искаженную ее версию, как дубину, например, для традиционной легитимации. Хоть собственной власти, хоть какого-то плохого решения. Сакральная корсунь кажется ему нормальным обоснованием аннексии Крыма, а фраза «Ленин придумал Украину» отличным поводом для агрессивной войны. С третьей стороны, Путин пытается призвать прошлое ритуальным заклинаниям. Ну, в самом деле, все это кликушество про дотрадиционные ценности, скрепы и прочий домострой, не способное ни как-то привлечь общество, ни обратить время вспять, никак иначе ты не назовешь. Потому что, несмотря на сопротивление тех, кто не вписался в современный мир, общество в целом выигрывает этот прогресс. Более того, общество любит перемены не меньше, чем их боится. То ведь главное — попробовать и войти во вкус. Новые технологии, новые общественные отношения и новый президент. Как ни крути, прогресс не остановить. Ни в технологиях, ни в развитии социума, ни в политике. Можно попытаться затормозить изменения, но единственное, к чему это приведет — к усилению дискомфорта, когда будущее возьмет свое и нагонит задержанное время. До завтра.